Бдительность и смелость. Два качества, которые спасли жизнь человеку. Все произошло 31 августа. Курсант Богдан Калита на автобусной остановке стал свидетелем потасовки двух мужчин. В какое-то мгновение один из них схватил бутылку и ударил оппонента. Не вмешаться в конфликт, угрожающий бедой, будущий офицер просто не мог. После того, как я предупредил его о том, что я вызову полицию, то есть он меня не послушал, сказал, что ему без разницы, делать, что хочешь. То есть не обратил никак внимания на мое замечание и нанес следующий удар в районе горла. Я вызвал полицию, скорую помощь. Пока подоспели полицейские, нападавший пытался убежать. Далеко скрыться не удалось. Богдан Калита догнал его и задержал. Коротко и без эмоций, по-военному курсант рассказывает о настоящем героизме. Хотя сам тот случай к чему-то выдающемуся не относит и признается, такого внимания к своему поступку не понимает. Если бы эта ситуация произошла вновь, я бы поступил точно так же. Я бы попытался предотвратить данный конфликт и сделать все возможное, чтобы этого не случилось. А ведь с таких поступков начинаются настоящие подвиги. Сегодня остановил пьяную драку, а завтра не растеряется на боевом задании. На Кубани живут десятки героев войн и локальных конфликтов. Большинство из них не публичные, на улицах их узнают редко. Но каждый из них – это достойный пример для подражания нашему подрастающему поколению, считает Вениамин Кондратьев. В преддверии их праздника глава края встречается с героями России и Советского Союза. Сегодня они должны стать образцом для подражания молодежи. В том числе на их поступках должна строиться воспитательно-патриотическая работа со школьниками. Кто, как не они, могут рассказать и о современной истории, и о великом подвиге наших дедов и прадедов. Ведь с каждым годом свидетелей страшных сороковых становится все меньше. «Нам нужны свидетельства людей. К сожалению, ветеранов Великой Чистой войны их уже нет, просто физически нет. Поэтому у нас ниша эта свободная остаться не может. Значит, занимайте нишу героями России, героями Советского Союза. Создавайте программы, я вам поручаю сейчас создать программу, чтобы вовлечь героев России и Советского Союза в активную сегодня деятельность. По воспитанию молодежи, по третическому воспитанию. В целом, так, чтобы молодежь была наша. Вот такие же точно программы. Они должны быть вовлечены, еще раз подчеркиваю, в активное воспитание молодежи. Герои России и Советского Союза, которые живые, их максимально вовлекать сегодня нужно в то, о чем я говорил, воспитание молодежи, в патриотическое движение, в уроки мужества. И вдовы – это тоже непосредственные свидетели. Такие же свидетели. Героизма людей, людей. Они же обычные люди, вот это должны понимать. Мальчишки и девчонки – это обычные люди. Сегодня нету тех, кто ушел в отставку. Сегодня все в строю. Имена героев современности, которые прошли Афган, Чеченскую войну, конфликты в Южной Осетии и сирийскую кампанию, собраны вот в такой книге «Золотая слава Кубани». Впервые ее презентовали еще в 2003 году. Новое издание расширили и дополнили. За последние 16 лет многие, к сожалению, герои Советского Союза ушли из жизни. Появились новые герои Российской Федерации. Открылись дополнительные сведения о подвигах героев. Их увековечили на Кубани. Она как бы переизданная, прошлая книга, но она получилась почти в три раза больше. Сегодня именами героев из этой книги называют школы Кубани. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых. Но важно не только чтить память ушедших, но и не прерывать связь поколений. На встрече с губернатором предлагают присваивать учебным заведениям имена и ныне живущих, которые могли бы взять шефство над школами. А право выбрать, через кого назовут их класс, лицея или гимназию предоставить самим детям. Сегодня на Кубани имена героев присвоены уже 1087 школам. Мы договорились, что все школы края должны носить имена героев. Это не просто табличка, мы реальны на школе. Это сопричастность в том числе и к этому человеку, к его семье. Уважение должно быть к семье этого героя в первую очередь. Для этого мы сделали вот этот шаг, чтобы каждая школа Кубани края нашего носила имя героев. Чтобы реально мы ощущали то, что герои, они не ушли, они среди нас. Они есть, они были и они будут. Будет возможность самим принять решение, ребята путем голосования, какой герой будет для них примером жизненным. Естественно, имя этого героя будет носить школа, в которой они учатся. А мне кажется, в школах герои должны приходить, работать. В школе надо быть постоянно. Проводятся какие-то мероприятия. Заранее должны прийти, поработать. Проводятся какие-то учебные, там, тренировки, соревнования. Еще на выезд куда-то идут, в палатки. Вот тогда, когда они притрутся, поймут, они потом сами будут просить. Нам это, мы хотим, чтобы этот человек возглавил нашу школу. Абсолютно прав. Нельзя упустить шанс живого героя максимально поселить в той или иной школе его имени. И, извините, вот по желанию, кто хочет из ныне действующих героев, чтобы взять себе школу, реально школу и реально составить у себя после себя память, в том числе и содержание в этой школе с точки зрения пробивания всех вопросов, то, пожалуйста, я считаю, что, наоборот, школы будут под мощной защитой, под броней. Обсудили на встрече и подготовку к празднованиям 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Один из успешных проектов – письма с фронта. Книга, в которую вписываются реальные истории из солдатских треугольников. В такую работу и школьники, особенно учащиеся к детских корпусам, втягиваются сами и с удовольствием. Помогают им взрослые наставники. Очень радует нас, когда приходят известные люди, как это было недавно, когда к нам пришел Евгений Демьянович Шенрик. Он рассказал нам о своем боевом пути и о различных военных вузах, к которым можно поступить. «Имена героев навсегда остались вписаны в страницы российской истории и в наших руках сделать так, чтобы их подвиг жил и передавался из поколения в поколение. А о героях вспоминали не только в праздник». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...